В Луганске вновь обострилась обстановка. На протяжении всего дня так называемая Национальная гвардия вела прицельный огонь по центру города. В результате 7 человек убиты, 15 ранены. Сейчас на прямую связь по телефону из Луганска выходит наш корреспондент Алексей Репин. Леша, здравствуй. Расскажи, как изменилась обстановка. Приветствую, Юлия. Только что, буквально 15 минут назад, авиация Украины нанесла еще один удар по еще одному объекту в Луганской области. Это рядом с поселком Александровка. Там располагается система радиолокационной связи. Это фактически туши земли для обнаружения самолетов в воздухе противник. Дело в том, что еще сегодня утром там находились войска Украины. Но была предварительная договоренность с этими командирами о том, что оттуда отпустят всех солдат-срочников. В принципе, это и произошло. Примерно полтора часа назад все срочники сложили оружие и покинули территорию РЛС. Но там остались офицеры. По какой-то причине украинские военные не поняли друг друга. И получилась такая ситуация, что они считали, что там территорию этого РЛС занимают сейчас и ударили туда, собственно, с самолета, вероятнее всего, конецными бомбами. Вот только что поступила информация о том, что все офицеры украинской армии погибли в результате этого авиационного обстрела. Там действительно счет идет на десятки. Был этот удар. Самолет перед этим несколько раз облетел центр города. Жители Луганска действительно опасались, что удар будет нанесен именно по центру или по жилым кварталам. Но нет, цель была другая. Именно вот это РЛС. И там в момент нанесения этого удара примерно 20 минут назад именно находились украинские военнослужащие офицеры. По последним данным, все они погибли. Их, как минимум, не менее человек находилось там. То есть получается такая ситуация, что украинская армия, собственно, уничтожила собственную РЛС собственными офицерами. Это вот та самая информация, которая поступила буквально несколько минут назад. То есть действительно сейчас в Луганске можно чего угодно. Поступает информация также из района Мирного, микрорайона, где сегодня весь день практически продолжалась стрельба. С наступлением темноты ополчение собиралось отступать. Но сейчас и там продолжается бой. В общем, в Луганске действительно неспокойно. И самое интересное, самое неожиданное, вот как теперь будут реагировать украинские власти, украинское командование вооруженных сил, что их собственная авиация уничтожает собственные войска. Юлия, вам слово. Да, но им не привыкать, конечно, фантастические идеи придумают. Леша, спасибо. На прямой связи со студией Life News по телефону был мой коллега Алексей Репин из Луганска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова